Вот, ну что, дорогие мои друзья, готовы ли вы к экскурсии? У нас сегодня, знаете, так в библиотеках любят проводить экскурсии по фондам, экскурсии по хранилищам, приводить читателей, потенциальных читателей, посетителей туда, в закрома библиотеки, показывать что-то изнутри. Вот сегодня у нас с вами такая небольшая экскурсия будет, но не в реальном. Не в реальности, а в виртуальном пространстве. И библиотека у нас с вами будет не физическая, а виртуальная. Та самая коллекция, на которую, к сожалению, даже подписчики ЭБС не всегда обращают внимания, а между тем там такие сокровища, сокровища. Не буду забегать вперед. Перейдем к нашей экскурсии. Все ли готовы? Ставьте, зажигайте огоньки связи. Если готовы, нас ждет увлекательное путешествие. И еще раз приветствую всех, кто сегодня с нами, кто присоединился к нам чуть попозже, кто будет смотреть нас в записи. И приглашаю вас вот в такую экскурсию по книжному ядру русской культуры. Это проект, проект издательства и компания Директ Медиа. Вот по ней мы сегодня с вами и прогуляемся, насколько у нас хватит времени, силы, возможностей. И три вопроса, которые мы сегодня разберем. По трем пройдемся таким большим разделом. Сначала познакомимся со структурой и составом книжного ядра. Что это такое? Как туда попасть? Откуда зайти? Где этот тайный вход? И дальше мы посмотрим некоторые коллекции, которые входят в состав этого книжного ядра. И дальше уже во второй части мы более подробно посмотрим, какие же там еще есть коллекции, что там еще есть из аудиокниг, из музыкальных произведений. Очень шикарный музыкальный раздел, сразу вам скажу, кого это интересует. Или, может быть, знаете тех, кому это интересно и необходимо, имейте в виду. Здесь шикарнейший просто музыкальный раздел. И посмотрим еще такие тайные сокровища книжного ядра про документы, источники, первые источники, архивные материалы. И немножко про тематические коллекции упомянем. А более подробно тематические коллекции мы еще будем рассматривать с вами в январе. И у нас еще одна экскурсия будет тоже запланирована. И там мы еще с большим количеством сокровищ познакомимся. Вот такие вот три основных промежуточных пункта, которые мы сегодня за время нашей экскурсии пройдем. Но начнем мы немножечко в преддверии самого книжного ядра. Как у Жильвер на путешествие к центру Земли, у нас путешествие к книжному ядру. Немножечко вспомним. Ну, может быть, кто... Библиотекарь-то уж точно знают, а кто не связан с комплектованием фондов, с библиотековедением. Для них, может быть, не совсем понятно, что такое книжное ядро культуры. Откуда оно вообще взялось? Книжное ядро библиотеки, да, библиотечное ядро. Ну, вот пару слов про это вспомню. Что это такое? Вот по определению Дарьяна Васильевича Евсеева, это известный наш отечественный фондовед, так и называется, да, человек, хорошо знающий фонды и составление комплектацию фондов. Сотрудник РНБ, раньше он работал, относился к библиотеке Светкова-Щедрина в Санкт-Петербурге. Вот он дал такое определение книжного ядра, как совокупность наилучших в идейном, научном и художественном отношении книг по всем отраслям знаний и различного типа изданий. То есть речь идет не только о монографиях или там научных монографиях, но и совершенно разные книги, и периодика, и сборники, и все-все-все. Ну, а теперь еще и медиафайлы у нас туда добавились. Это своего рода такая микромодель культуры, которая заключает в себе не только художественные произведения, но и самые известные трубы Д, самых великих ученых, мыслителей, политических, государственных деятелей. Те книги, которые живут веками, составляют наиболее устойчивую часть ядра. Это вообще такой фундамент любой библиотеки. Так же, как дом не может долго существовать без фундамента, и рухнет в первую же минуту. Ну, хорошо, хорошо, уговорили. Не в первую минуту, на вторую минуту. Вряд ли мы сможем построить хорошее здание, если у нас плохой фундамент, или он вообще отсутствует. Нет, времянки, какие-то хозпостройки, там летний домик, куда мы приезжаем на неделю-другую летом, оно может вполне существовать и без специального фундамента, но все равно аналог фундамента есть. Почву приходится подготавливать. И что больше затратно, непонятно. Так вот, в каждой библиотеке есть тоже такой свой фундамент, вокруг которого, на котором, вокруг которого выстраиваются все фонды, создаются все фонды библиотеки. Вот этот вот фундамент, он и называется книжным ядром. Или библиотечным ядром. Есть разные подходы к этому вопросу, есть разное определение, концепции, принципы, на которых выстраивается. Поэтому не будем вдаваться сегодня в терминологию и разбор всей эволюции, понятия книжного ядра, начиная от идеи Феофана Прокоповича, а именно туда восходит идея создания такого центра, самого главного книжного фундамента библиотеки. Это еще XVIII век, а может быть даже и раньше, тогда не было еще этого понятия, но была уже идея, что должно быть нечто, вокруг чего собираются все фонды, из чего строятся фонды библиотеки. Туда уже углубляться не будем. Прошел огромный путь, и еще идет вот эта эволюция определения понятия, развитие теории книжного ядра. Есть интересные работы на эту тему. Если кому-то интересно, вы мне во вкладочку «Вопросы» просто напишите «Кэйя книжное ядро». Я вам подготовлю вот эту подборочку, и потом скажу, где ее можно будет найти. Источников, которые можно почитать по этой теме, очень много интересных статей на эту тему. Это прям отдельная увлекательная история. Но что нам сегодня может пригодиться? Впервые сам термин, откуда он появился, сам термин «Книжное ядро» ввел, ну скажем так, в широкий оборот Николай Александрович Рубакин. И было это в далеком 1893 году, когда он выступил с докладом в вольном экономическом обществе. Доклад назывался «Книжное оскудение». И вот что он с небольшими вырезками, там достаточно такое расширенное описание, но вот кусочек цитаты из этого доклада я вам здесь привожу. Что он подразумевал под «Книжным ядром»? Это тот минимум литературы, который необходим каждой общедоступной библиотеке. И по своему составу ядро должно быть, как сказал Николай Александрович, «Книжным отражением Вселенной». То есть представлять те книги, тот минимум, который удовлетворит потребности читателей в самообразовании, в просвещении, которые необходимы каждому человеку для понимания вот этого мира нашего, мироустройства, Вселенной. А, соответственно, это разные темы, разные направления должны быть отражены. Но очень много сделал Николай Александрович для развития теории вот этого книжного ядра, библиотечного ядра. И есть, конечно, один нюанс. Он сам был, как себя называл, фанатиком и практиком самообразования, поэтому и рассматривал вот этот термин «книжного ядра» с точки зрения удовлетворения потребностей в самообразовании читателей в том, чтобы помочь просвещению народа с помощью вот этого такого самообразовательного чтения. Надо сказать, что он и сам этим занимался, и занимался достаточно активно. Он состоял в переписке более чем с 20 тысячами читателей, и более 15 тысяч индивидуальных программ чтения и самообразования для них он составил и разработал. Вот у меня почему-то сразу вспоминается сейчас такое популярное, модное слово «тьютер». Ну вот в какой-то мере, наверное, да, выявить потребности, проблемные места и постараться с помощью литературы закрыть вот эти вот пробелы. Это вот... Да, работа, наверное, ближе к «тьютеру», такой библиограф-тьютер, скорее. И вот с этого доклада и началась вся эта эпопея, история с теорией развития книжного ядра. Еще одна книга, о которой невозможно не сказать, это его «Капитальный труд» Николая Александровича «Среди книг». Первое издание вышло в 1906 году, а в 2011-2015 годах вышло второе издание уже «Трехтомник». Вот подобного труда, которое было ориентировано на помощь самообразованию и для комплектования фондов общедоступных библиотек, в мировой библиографии не было. То есть это вот... Да, можно гордиться, мы первые. И вот это библиографическое пособие, это библиографическое пособие, оно отражало вот такое библиотечное ядро общедоступной библиотеки, но, естественно, на начало XX века. И здесь есть несколько, несмотря на то, что все-таки ориентир был в сторону самообразования, но это тоже важная часть библиотеки, мы же не только для развлечения и увеселения публики существуем, но и для решения более глобальных задач. И сам Николай Александрович, он критиковал те публичные библиотеки, которые находятся в зависимости и формируют свои фонды, находясь в зависимости от запроса, от вкусов читающей публики. Такое приспосабливается к низшим вкусам публики, как это называла Рубакин, и говорил, что это верный путь к смерти библиотеки. По его мнению, библиотека должна не только развлекать и увеселять, но и являться таким орудием просвещения и давать возможности для самообразования. Ну, естественно, вот этот конкретный состав библиотечного ядра, он во многом отличен от современного, но вот сама идея, интересно посмотреть, вот такой исторической в ретроспективе, и сама идея библиотечного ядра и сегодня, в общем-то, лежит в основе формирования фондов библиотек, в первую очередь, общедоступных библиотек. Ну, а сейчас в эпоху цифровизации и электронные библиотеки тоже без этого обойтись не могут. И очень много литературы, на самом деле, если посмотреть по этой теме, достаточно много издавалось, вот, например, уже в 2000 году на протяжении всей истории вот этот вот список, состав книжного ядра, предлагались разные варианты, естественно. Ну, вот такое пособие для библиотекарей в 2000 году вышло. Здесь я вам тоже привела, как оно выглядит. Ну, и под редакцией Шилова. Под редакцией, если посмотрите в национальной даже электронной библиотеке, очень много изданий на эту тему, каким должно быть книжное ядро публичной библиотеки, но, опять же, это все такие условные, наверное, моменты, и содержание этого книжного ядра, библиотечного ядра, оно менялось, меняется и будет меняться с течением времени, это все понятно. Но один еще важный принцип, который должен быть, и о котором говорил Рубакин еще в свое время, что нельзя делать вот это книжное ядро полностью подчиненным, с одной стороны, вкусам публики, такое легкое чтиво и все, да, а с другой стороны, оно не должно отражать, быть сильно урезанным, отражать только какую-то одну там господствующую идеологию или какие-то вкусы, например, составители этого книжного ядра. То есть здесь могут присутствовать книги, совершенно противоположных, отражающие противоположные точки зрения и совершенно разные взгляды на один и тот же предмет, на одно и то же явление, и это нормально. И как говорил Рубакин, в этом тоже смысл и суть книжного ядра, что человек маломальский, думающий, анализирующий сможет отобрать из этого то, что ему необходимо прочитать. Самостоятельно он это сделает или же ему придется помочь и подсказать в этом плане, но это уже, наверное, другой вопрос. Но вот такой вот принцип, он тоже лежит в составе книжного ядра должен быть. Разная литература, отражающая разные позиции. Ну и с эпохой цифровизации, конечно же, все это перебазировалось у нас и в области виртуальной среды, электронных библиотек, электронных книг. Ну и опять же встает вопрос, а надо ли оцифровывать вообще все или же все-таки исходить из понятия вот этой важной литературы для развития, которая будет отражать нашу Вселенную. Да, и позволит ее понять. Ну, наверное, скорее всего так. Но цифровизация, в общем-то, дала хорошую возможность для библиотек, которые не имеют физической возможности. Ну, это все-таки, во-первых, деньги, площади, где вот это вот все обилие книг хранить. Основная задача – это обеспечить доступ читателей вот к этим богатствам. И в этом основное отличие, вот тоже подхода, есть два подхода к книжному ядру. Книги, которые обязан прочитать каждый образованный, интеллигентный, уважающий себя человек, дальше подставляйте сами. И книги, доступ к которым должен быть обеспечен. Да, вот скорее всего, вторая позиция. Вот в книжном ядре, которая русской культуры, к проекту Директ Медиа, там вторая позиция, второй вот этот вариант, он присутствует. Ну, и сам Рубакин, может быть, ко второму варианту склонялся. Нет, такие списки тоже должны быть. Там 100 книг, которые должен прочитать. Ну, а если я прочитал 80 книг из этого списка? А если я нашел другую книгу, которая не хуже, но в список не попала, я тогда не считаюсь образованным человеком? Ну, то здесь тоже много вопросов на эту тему. Возникает. Но доступ должен быть. И обеспечить этот доступ с помощью электронных книг, вот с помощью таких проектов в наше время стало гораздо легче и проще. Ну, вот, коллеги, все. Преамбула перед дверью коллекции книжного ядра русской культуры закончилась. И можем переходить уже к нашему знакомству с этой коллекцией. Началась история достаточно давно, еще в начале 2000-х годов. Это коллекция, вот этот проект, это результат более чем 20-летней работы издательства Директ Меди по оцифровке таких классических трудов, трудов выдающихся ученых, известных писателей, деятелей. И для удобства читателей на одной площадке были собраны все фундаментальные произведения русской культуры. И книжное ядро, то, с чем мы сегодня познакомимся, это вот эта вот центральная, вот эта часть, основа вот этой книжной культуры. Все они собраны теперь в одной коллекции, пополнение идет, постоянно добавляются новые и новые издания. То, что, ну, понятно, что оцифровка, это не просто взял, отсканировал и положил, здесь еще внутренне скрытая от глаз работа идет, большая. Здесь нужно учесть и авторские права, и есть контент, который предоставляется на безвозмездной основе, а есть коммерческий контент, за который приходится платить для того, чтобы представить его в библиотеку, и много-много масса еще различных вопросов, которые необходимо решить до того, как эта книга появится в этой коллекции и будет доступна широким массам читателей. Поэтому это очень непростой труд. И это не просто сборник школьной и университетской, там, институтской, вузовской программы, это обширная коллекция более чем 70 тысяч фундаментальных книг, которые определяют современную интеллектуальную ландшафт, если можно так сказать. И сейчас, по-моему, 72 тысячи с чем-то книг, из которых 2 и книг, и 2700, в общем, к 3000 аудиоизданий приближается. Вот примерно вот такой вот объем на данный момент имею. Но имейте в виду, что он постоянно растет. Как получить доступ к книжному ядру? Да, коллеги, и вот теперь важный момент для тех, кто присоединился к нам попозже, не забудьте скачать презентацию из вкладки файла, потому что все ссылочки, которые есть, и которые мы сегодня увидим в презентации, они есть в нашей презентации, они активны, и по ним вы сможете быстро попадать, куда нужно смотреть то, что нужно. Так как сейчас идет реорганизация, очень долгое время ядро книжной культуры входило в состав библиотеки Nonfiction, и фактически являлось ядром этой библиотеки, то сейчас идет небольшая реорганизация фондов, ну, как обычно, в библиотеках, поэтому некоторые моменты не сразу появляются появляются на самом сайте. Например, как вот проникнуть в само книжное ядро, я вам показываю здесь два способа, как это можно сделать. Если через главную страницу biblioclub.ru, главная страница Директ Медиа, заходите на нее, выбираете университетская библиотека онлайн, и вот там наверху, в верхней панели меню, вы можете увидеть вот такой раздел библиотека Nonfiction, либо на главной странице biblioclub, или главная страница университетской библиотеки онлайн, вот это вторая вещь для подписчиков ЭБС, университетская библиотека онлайн, на заметку, в первую очередь, но даже если мы не имеем подписки, мы все равно можем открыть университетскую библиотеку, и с главной страницы вот такой вот баннер есть, и на главной странице, самое-самое главное, он тоже крутится, вот такой баннер, книжное ядро, по нему надо кликнуть, и вы попадаете сразу на вот эту страничку, главную страницу книжного ядра. Или через библиотеку Nonfiction, через ее вход тоже можно проникнуть. Ссылочку я вам здесь даю, так вот она, заходите, и внизу смотрите, книжное ядро русской культуры, вот она, вот он переход, по нему кликаете, и попадаете тоже на главную страницу, вот сюда. Ну и для тех, кто любит побыстрее и покороче, вот эта ссылочка активна, она сразу идет на главную страницу самого книжного ядра, чтобы не мучиться с переходами. Сначала покажу все черные выходы, а потом главный центральный вход. Вот он, центральный вход. До Нового года обещали, что уже на главной странице появится вот эта вот прямая ссылка сюда, но техническое дело, оно такое, поэтому на всякий случай вот забирайте отсюда вот эту вот ссылочку, прямо на книжное ядро, смело мы попадаем. И состав, и структура ядра. Ну вот, посмотрели, что это, узнали, что это такое, посмотрели, как туда заходить, и теперь осталось познакомиться со структурой и составом, а что же входит туда, самые основные богатства. Вся страница, главная страница книжного ядра, она представлена в виде такого большого лонгрида, и все разделы, они идут сверху вниз, да, очень красивый такой интерфейс сейчас делается. Ну и посмотрим по составу. Пройдемся по разделам и познакомимся, что они содержат, что и как ориентироваться внутри разделов. Первый самый раздел это именитые ученые и писатели. С ним связан еще один раздел, как видите здесь, толпы российской науки. Он находится на лонгриде чуть ниже, но в принципе они взаимосвязаны, поэтому мы их рассматриваем совместно вот здесь. По составу. Авторы, это флагманы, наверное, российской и не только российской культуры, которые вот входят в такой пантеон книжной культуры. И здесь информация есть и по авторам, и есть сами книги. Поэтому обращаю ваше внимание на эти разделы, особенно тех, кто работает со школьниками, даете работы найти, написать, рефераты, какие-то доклады по известным ученым, деятелям, политическим и прочим, по писателям и так далее. Вот здесь огромное количество литературы. Во-первых, справочная информация, само биографические данные о самом нашем известном деятеле, писателе или ученом. Во-вторых, список его работ. И если есть доступ, то вы сможете даже эти работы и прочитать. Как устроено внутри, я вам страничку сейчас тоже покажу. Ну и здесь более двух тысяч авторов, которые, в принципе, в каждой библиотеке должны быть. Ну вот представьте, уже хороший такой объем. Энциклопедия имен. Причем есть возможность перехода к полнотекстовым версиям их трудов. Можно сразу уже даже почитать. И собрание сочинений великих ученых-писателей, российских академиков. Очень много по представителям российской науки. И это проект, который совместно делался с библиотекой российской академии наук РФ. У них тоже есть, по-моему, «Наследие научной России». Научное наследие России, такой поисковик на их сайте. Но там собрана более серьезная литература. Понятно, что для более подготовленной аудитории. Но вот имейте в виду, что там тоже можно найти очень много источников, связанных с деятелями. Но там только по российской науке. И вот это совместный проект, поэтому многое можно найти и здесь. И не выходя, как говорится, такой доступ одного окна. Ну и вот по количеству имен я вам здесь примерно составила. Это не самые последние данные. Увеличивается количество имен, что можно здесь найти. Ну и ведь здесь достаточно много подразделов в этом разделе, где мы тоже можем посмотреть. Там тоже у нас достаточно много наших скрывается известных авторов и писателей. Как устроен раздел? Вот то, что мы увидим на главной странице. Литературу веды. Да, спасибо, Ирина. Я за поправочку отпишу. Ну что поделать, вкралось, вкралось, вкралось оно. Два подраздела есть. Именитый ученый и писатель. Вот так выглядит этот раздел на главной странице сайта. Ну и в каком разделе мы находимся, можно ориентироваться с помощью шрифта и желтой полосочки. Если переключаемся, он нам показывает. Ну и переход. Активный раздел, в котором мы сейчас находимся. Здесь представлены несколько имен. Такая выборка идет, такой галереи. И самое главное, ищите, смотрите, кнопочку «Показать еще». Вот она ведет нас к хранилищу того активного раздела, в котором мы находимся. То есть сначала выбираем, что нас интересует писателей классики или деятелей науки и культуры, а потом уже нажимаем кнопочку «Еще». И вот тогда он нас переведет к активному разделу, который у нас стоит вот здесь. И вот внутри мы видим вот такую. Вот мы перешли из деятелей науки и культуры. Вот он наш активный раздел. И вот здесь, обращайте внимание, в левой панели меню можно выбирать, опять же, нужные подразделы, переходить по ним. И только обращайте внимание, что если у нас горит вот эта желтая, желтым подсвечен раздел «Имена России», то речь идет о российских ученых, о деятелях науки. Здесь стоит галочка. Если по ней кликнем, он раскроет разделы, которые относятся именно к российским представителям. И по ним уже делаем выборку. Если мы будем переключаться просто по этим разделам, у нас откроются мировые сокровища. Там уже будут и российские, и зарубежные представители. Поэтому вот этот вот раздел, желтый активный, в левой панели меню, он показывает, что мы сейчас говорим о российских представителях науки и культуры, либо о российских писателях-классиках. И вот на это тоже обращайте внимание. Ну и если кликнуть по самому вот этому разделу, который у нас откроется под разделы «Деятели науки и культуры», ну вот смотрите, чем отличаются эти две странички. И там, и там «Деятели науки и культуры». Набор другой имен. Здесь у нас активно выделены имена России. И, значит, мы говорим только о российских представителях. Здесь не выделено в левой панели меню. Видите, все одним цветом. И у нас уже пошли мировые имена. Вот это вот тоже одна такая маленькая хитрость, которая сейчас есть в фонде. Я вам говорила, что все формируется в стадии идет наполнение и такой вот реорганизации, перевод на более интересный интерфейс. Но вот такие вот моменты. Обращайте внимание. По левой панели меню мы контролируем, где мы сейчас находимся, что нам нужно. Посмотреть имена России, значит, мы по нему кликнем, и у нас появится совершенно другая выборка. Если мы кликнем вот по этому разделу, то попадаем в сокровищницу мировых имен, и у нас вот здесь получится уже вот такая вот красота. Но нет выборки именно по российским деятелям. Поэтому, чтобы она появилась, левая панель меню, имена России, и все будет, отбор будет произведен. Вот такой вот маленький нюанс. Имейте в виду, контролируем, где мы находимся, с тем, чтобы легче было искать. Вот так выглядит страничка внутри. Ну, возьмем Дмитрия Ивановича Менделеева. Ну, вот пример, что содержит эта страничка. Она очень большая, длинная, поэтому, чтобы слишком сильно не мельчить, я ее на три такие скриншота вам разбила. Они идут подряд. В первой части содержится информация об авторе. Очень большая, обширная статья. И, в принципе, для какой-то биографической справки или биографической справки для реферата, там докладывает, информации уже достаточно. Затем идет второй раздел, который называется «Другие книги автора». Соответственно, возникает вопрос, а какие по отношению к чему они другие, а они другие по отношению к третьему разделу книги на портале. И там же указано еще количество, сколько книг доступны для полнотекстового доступа на самом портале. Вот эти вот 66 трудов Дмитрия Ивановича Менделеева, они доступны. Их прямо отсюда можно открыть, почитать, посмотреть и с ними поработать. А вот это уже другие книги, которые можно найти, но которые в полнотекстовом доступе вот здесь на портале имеют место быть, но здесь в полнотекстовом доступе их нет. Но уже какой-то список есть. Опираясь на что-то, мы можем уже произвести розыск и поиск. Если нам вот этих 66 не хватит для выполнения нашей работы. Вот так вот устроена страничка по деятелям культуры внутри. И при клике на само заинтересовавшее ваше произведение у вас откроется обычная книжная карточка, как это сделано в ВБС, университетская библиотека онлайн. Подписчики знают, как это устроено. Для неподписчиков приходите на вебинары Павла Юрьевича Калинникова, в частности, завтра. Наверняка он ее будет показывать. И в предыдущих вебинарах он тоже показывал, как это устроено и как с этой карточкой работать. С карточкой можно, имея доступ, имея подписку, можно уже открывать и спокойно читать это произведение. И вот так вот эти два раздела у нас устроены. Следующий раздел, на который хочу обратить ваше внимание, богатейшее собрание библиотека русской классики. Здесь тоже есть небольшая хитрость. Здесь представлены, вот в таком виде в галерее представлены пять авторов. Если перейдем, это не пять книг, это пять коллекций. Имейте в виду, что в книжном ядре вот все, что здесь представлено, на главной странице, это не книги, это не отдельные книги, это коллекции. Внутри этих коллекций вот уже живут сами книги. То есть здесь по 30, больше, чем 30 авторов, 33, по-моему, автора, которые вошли в библиотеку русской классики. Но вот на главной странице представлены коллекции по пяти из них. Ну и при клике на каждого из них вы можете попасть в нужную коллекцию. Где живут остальные коллекции? Вот сюда еще будет добавлена кнопочка, так же, как для именитых ученых, посмотреть еще, но это, скорее всего, произойдет, обещали, в районе Нового года. Мы так с вами до окончания ремонта уже зашли и пользуемся теми богатствами, которые есть. В тематических коллекциях вот здесь живут остальные коллекции, которые входят в библиотеку русской классики. Как в нее попасть, я вам тоже ссылочку сюда поставила. То есть по ней из презентации сразу вы попадаете. Вот так выглядит вот эта тематическая коллекция, вкладочка, и в ней содержатся отдельные коллекции по отдельным авторам, либо по какой-то тематике. Вот интересная коллекция «Гибель поэтов». Она объединела поэтов, которые ушли из жизни. Есенин, Маяковский, Цветаева, «Жизнь, творчество, судьба». Там не только их произведения, но еще и о них. И в каждой коллекции это, во-первых, собрание сочинений, это литературная критика, это различные дополнительные еще материалы. И вот какие часть коллекции, которая входит в эту библиотеку, я вам здесь тоже представила. Тоже прямые ссылки. Это не все. Это только часть. Их гораздо-гораздо больше. И где-то 33 под раздел, то есть 33 под коллекции. И каждое, что до памяти о Великой Отечественной войне добавили. В предыдущий вебинар у нас с вами было знакомство в ноябре по историко-патриотической библиотеке. Но вот в дополнение не удержалось, добавил сюда коллекцию, которая находится в книжном ядре, собрание сочинений Василия Быкова «Память о Великой войне». Тоже посмотрите, там достаточно много литературы. Ну и примерное количество я вам здесь подписала участий из коллекции, сколько они содержат. Вот самая большая. Кстати, очень рекомендую посмотреть вот эту коллекцию «Россия вне России. Русское зарубежье. Проза». 114 источников он содержит. Одна из самых богатых, если не самая богатая коллекция, собрание русского зарубежья. Очень богатейшая коллекция, поэтому на нее обращаю ваше внимание. Ну и что здесь, из того, что здесь. Ну вот по Велимиру Хлебникову «Пять источников». Это собрание сочинений в пяти томах. Интересно, что помимо традиционных поэм, стихотворений, прозы, дневников, писем, записок, записных книжек, есть здесь очень интересный том, том второй под названием «Творение», который охватывает период с 1906 по 16 год, такое десятилетие. Это ранее Велимир Хлебников. И том включает в себя наиболее интересные места из неопубликованного рукописного наследия этого периода то, что было в распоряжении редакции. То есть вот это вот такая вот первая публикация того, что не опубликовано. Ну и название такое несколько выбивается из традиционных творений. Детективные романы и повести, звезды русской сатиры и юмора, интеллектуальная проза, исторические романы и повести. Вот это все входит в коллекцию русского зарубежья. Она тоже разделена по тематикам, которые я вам назвала, и там можно в коллекциях уже их посмотреть. И сюда входит самое лучшее, самое интересное, самое талантливое, что было создано в русском зарубежье. Есть исторические романы и повести, есть просто великолепная интеллектуальная проза, поэтому посмотрите обязательно именно этот раздел. собрание сочинений «Цветок под ногой», собрание сочинений Леонида Андреева. Тоже включает в себя пьесы, театральные очерки, романы, повести, рассказы, отзывы современников, и там более 39 источников, включено изданий. Это и коллекцию, кстати, дополняют еще критические исследования современников писателя, исследования и заметки, очерки о его творчестве. Бальмонт, ну это вообще мастер внутренней рифмы, есть и поэтические сборники, и проза, и в коллекции представлены все основные сборники стихотворения Константина Бальмонта, рассказы, статьи, очерки, переводы, письма. То есть, как видите, это не просто собрание сочинений и все, еще литература и около того. А еще, и вот, пожалуйста, особенно по Серебряному веку, здесь просто безграничные сокровища. Ну и вот, пожалуйста, еще что туда входит. Это и Брюсов, и Гоголь, и Гончаров, и Достоевский. У Достоевского вообще две коллекции. Это собрание сочинений, отдельная коллекция, и отдельная коллекция воспоминаний и исследований о творчестве Достоевского. Поэтому, кто Достоевским занимается, огромное просто поле выбора источников для работы. Есенин, Кузьмин, Куприн, Жуковский, Лесков, Мережковский, Салтыков, Чедрин, Сологуб, Толстые, все, Тургенев, Чехов, Шмелев и многие-многие другие. И вот это вот все коллекции. И вот в каждой из этих коллекций может быть пять томов, а может быть и тридцать девять томов. Тридцать девять изданий. И может быть и больше. Поэтому здесь действительно за каждой коллекцией скрывается огромный пласт, доступный для читателей. И, конечно же, уникальная коллекция «История России в романах». Опять же, возвращаемся к историко-патриотической библиотеке, о которой в ноябре говорили. Да, здесь для более старшего возраста, ну, где-то с подросткового и выше, ну, отбирать, естественно, нужно. Здесь нет такого ориентира на какой-то детский возраст. Но в чем интерес этой коллекции? Она включает в себя более 60 увлекательнейших исторических произведений. Они выстроены в хронологической последовательности по тематике от становления Руси до 20 века. И многие из романов нам хорошо знакомы и авторов. Мы можем увидеть произведения Ольги Форши, Ложечникова и других. Но есть большое количество романов, которые сегодняшней публике не знакомы, но были популярны в 19 веке и популярны феноменально просто. Такие бестселлеры, как сейчас мы сказали бы. Великолепный язык, лихо закрученные невероятные интриги, повороты сюжетов. Все это можно найти в этой коллекции. Ну и, конечно же, современные советские авторы, которые обращались к теме исторического романа, как я уже сказала, тоже здесь присутствуют. И, может быть, знакомство с историей или для каких-то дополнительного чтения здесь можно найти достаточно много произведений. можно выбрать то, что можно использовать, то, что можно читать, обсуждать, спорить, соотносить с теми источниками и документами, с которыми мы знакомились. Одно дело сухие цифры статистики, другое дело, если это написано каким-то увлекательным языком. Ну и просто для того, чтобы заинтересовать тематикой истории, что история может быть увлекательно и интересно, а не что-то скучное, что нужно заучивать до безумия все эти даты. Посмотрите, очень интересно, очень богатейшая вот эта коллекция, которая здесь есть. И от романов, печатных, переходим к кинороманам. Есть такая интересная коллекция, называется, и вы ее там тоже сможете увидеть, вот в этом тематическом подразделе, в котором мы с вами были, вот здесь, вот в этом тематическом разделе библиотека русской классики, вы здесь можете увидеть еще и интереснейшую вот такую коллекцию, которая называется кинороман. Ну куда же мы без кино, особенно сейчас. Кинороман «Золотая коллекция». Вот, кстати, коллеги, вы знаете, с какого произведения началась эпоха экранизации. Вот какое произведение было экранизировано первым с появлением кинематографа, из литературных произведений. А напишите мне в чат, как думаете, вот какое произведение, вообще, сейчас не останавливаемся, не ограничиваемся только русской литературой, какое произведение стало первым экранизированным, на которое обратила внимание кинематограф. Напишите в чат, как вы думаете. Долго не думаем, вот как... Если не знаем, ставьте минусик. Не знаем. Шинели. Ага. Ага, а еще какие мысли? Это если из российских, да? А если еще? Брать не только российских, не только... Подсказываю! Не только российских авторов. Чехова. Ага. Не знаю. Отлично. Давайте. Ну, мы попытались. Мы с вами попытались. Так вот. Многие шедевры кинематографа создавались, да и сейчас еще создаются на основе литературных произведений, но начало этому поветрию, движению было положено еще в начале 20 века. В 1910 году был снят первый такой фильм-экранизация. По роману... Сейчас назову автора, а вы мне тут же, я уверена, напишите название в чат. Автор романа Мэри Шелли. Ни о чем не говорит, что за роман написала Мэри Шелли. Ладно, не буду вас мучить. Франкенштейн. Вот с него началась эпоха экранизации литературных произведений и по сегодняшний день еще этот роман привлекает кинематограф, выходят разные сиквелы, приквелы, ремейки и прочее. Снимается десятки фильмов на эту тему, а роман до сих пор еще своей популярности не теряет. Так вот, в коллекции кинороман к чему мы? В коллекции кинороман представлены литературные произведения писателей разных стран, разных жанров, которые объединяют одно. Все они стали основой для сценариев кинофильмов. Список неполный. Пополнение фонда идет. Я вам уже сказала, что у нас переезд фонда осуществляется, поэтому постоянно книги будут туда добавляться. Часть фонда, если вы вдруг что-то не находите, вы можете сообщить, но часть фонда сейчас находится на библиотечных тележках, которые переезжают из одного помещения в другое. Ну вот примерно такая ситуация. Поэтому они будут еще добавляться. Но вот по произведениям писателей Российской империи и русского зарубежья, дореволюционной и русского зарубежья. Здесь представлено 27. И Гоголь, и Чехов, и Куприны, и кого здесь только нет. Семь произведений писателей СССР и современной России. Восемь Франции. Двадцать книг Англии. Есть Польша. Даже есть одно произведение писателей США. Мартин и Дэл, по-моему, Джека Лондона. Если память меня не подводит. Германия, Австрия, Испания. То есть вот все это присутствует здесь, в этой коллекции. Можете тоже посмотреть. Очень интересно. И чем может быть полезен этот раздел. Посмотрели кино. Молодежь у нас любит смотреть кино. Можно посмотреть кино. Можно тут же выбрать произведение из этой коллекции. Можно посмотреть фильм. Можно прочитать книгу. Можно провести какой-то анализ, обсуждение, сравнить. А дальше уже сами провести какую-то игру. А дальше уже сами можете придумать, что здесь можно сделать. Ну, такая вот выборка, она здесь есть. И в образовательных целях это может быть тоже полезно. Вот такая вот тоже необычная коллекция здесь присутствует. И теперь, коллеги, переходим к коллекциям, аудиокнигам и другим, к дополнительным коллекциям. Что еще есть? Книжные коллекции. Книжные коллекции. На главной странице книжного ядра представлена вот так волшебная кнопочка «Показать еще есть». Поэтому, когда мы кликаем по ней, самое главное, что мы делаем, первый шаг – выбирайте раздел, какая коллекция вас интересует, вот здесь. И только после этого нажимайте кнопочку «Еще». Это ко всем разделам книжного ядра относится. Сначала выберите тот раздел, который вам нужен, а потом нажимайте «Показать еще». И он вам откроет все, что есть в этом разделе. По истории, ну вот мы выбрали «В мире искусства и мастерства», здесь есть все. Есть, по-моему, более ста произведений, альбомов по Великим музеям мира. Есть по великим художникам театр, архитектура. И много-много чего еще. И тематические коллекции. Например, по Леонардо да Винчи отдельная коллекция есть, по русским художникам, жизни и творчество. Как мы понимаем, это не только художественные альбомы сюда входят, хотя и они тоже, но еще и литература у них самих, так же, как о писателях, сами произведения, и об их творчестве, об их жизни. То же самое и здесь. В каждой коллекции это присутствует. И так же мы можем выбрать коллекцию и выбрать те источники, которые нам интересны для изучения. По ключевым темам русской культуры здесь более ста коллекций присутствуют. Коллекции собраны в тематические блоки. Вот эти все коллекции. «В мире искусства», «Всемирная история», «История России в монографиях и исследованиях». Помните, мы смотрели? «История в романах» это более художественное, увлекательное чтение, а здесь уже более серьезные вещи. «История России в монографиях и исследованиях». Здесь больше источников. Ну вот, кстати, давайте вот с нее и посмотрим. «Династия Романовых». Очень интересные вещи, опять же, связанные с историко-патриотической тематикой. Смотрите, по военной истории, из истории дипломатии внешней политики. Ну и может быть еще полезна вот эта вот вещь. «Народы мира», «Культура», «Этнография» это тоже входит в понятие патриотического воспитания. Здесь тоже можно найти нужную литературу. Ну и вот на примере «История России» в монографиях и исследованиях. Как это выглядит? Давайте посмотрим на этот раздел. Вот мы выбрали эту коллекцию, кликнули этот раздел на главной странице. Вот у нас открылись коллекции, которые нам доступны. Можем нажать «Показать еще». И откроется у нас такая вкладочка, как мы смотрели с вами русская, библиотека русской литературы, да, вкладочка, и увидим все вот эти вот коллекции, перечислений. Здесь они вот просто приведены такими вот плашечками, да, а там уже списочком. И можем выбрать то, что нам интересуется. Ну вот нас, например, заинтересовал полное собрание русских летописей. Коллеги, полное собрание русских летописей. Где еще мы это найдем в одном месте? Выбираем. У нас открывается описание этой коллекции. Ну, ссылочку я вам тоже прямую на него даю. Это все-таки первые источники. Это вещь, с которой приходится работать, когда мы пишем какие-то серьезные работы. Да, дальше те же курсовые проекты, опираясь не на пересказы по 135-му разу кого-то, а поработать уже с самим непосредственно текстом той же самой летописи. И вот здесь вот краткая история, как появилось это полное собрание русских летописей. Мы видим, что это началось издание в 1841 году. И обращайте внимание всегда. Ну, и вот кратко описывается, что здесь есть, как расположено, что там, какие мы можем увидеть. Источники включены сюда. И количество книг в коллекции тоже можно здесь увидеть в начале. Ну, а дальше, кликая по нужным, смотрим на книжную полку, выбираем нужное. Если мы кликнем по этому источнику, у нас откроется вот такая вот каталожная книжная карточка. Вот то, о чем я вам говорила. Вот она здесь представлена. И обращайте внимание, часть из источников может быть открыта в бесплатном доступе, часть может быть закрыта и доступна только по подписке. Он вам сам напишет. Так что вот летописи только по подписке. Для этого должна быть оформлена подписка, и после этого мы можем уже перейти к полнотекстовому чтению. Но дополнительную информацию мы здесь можем посмотреть даже на самой карточке. Вот то, что я вам показываю, это без какой-либо регистрации, без оформления подписки такой фри доступ. То есть как с каталогом и с дополнительной информацией мы с этим можем поработать. То же самое про ученых. Основная биографическая информация будет доступна, а вот полнотекстовый просмотр источников для этого потребуется подписка. Ну и дальше, что мы здесь можем увидеть? Мы можем прочитать аннотацию, мы можем увидеть библиографическое описание его взять, если нам оно необходимо. Ну а для полнотекстового обращения оформляем подписку, читаем спокойно. Как оформить подписку, я вам тоже сегодня расскажу. И вот так вот устроена внутренность всех коллекций. Вот так они будут выглядеть, меняются только обложки и названия, да, и содержания. И вот так вот мы переходим к книжным карточкам этих коллекций. Всемирная история. Более 20 тысяч книг. Богатейшее собрание. От античности до современности. Они тоже, если выбираем всемирную историю, показать еще, у нас откроется коллекция. И вот какие подразделы туда входят. Что мы там можем найти. Какие коллекции. Это тоже коллекции. Вплоть до истории Украины, про и контра. Памятник исторической мысли. Историки без цензуры. И начиная от античности до современности. Все это тоже отдельные коллекции. Мы можем увидеть, открыть и также поработать с каждой из них. Религии человечества. Конечно, как же без него и куда же без этого. История религиозных верований. Разнообразные доктрины. Все многообразие. Оно здесь тоже представлено. И те разделы, которые сюда включены, я их вам тоже сюда привела. Что есть. Какие еще под коллекции здесь содержатся. Точно так же выбираем. Религии человечества. Показать еще. И дальше пошли смотреть, как мы уже с вами смотрели. Ну и, конечно же, аудиокниги. Без аудиокниг мы обойти эту историю тоже не можем. Как я говорила, уже более 2700 изданий. И еще идет пополнение фонда. В связи с реорганизацией и переездом вот такие разделы будут. И еще будет еще один раздел. Он уже, в принципе, добавлен в галерею. Детская литература. Но пока доступ открыт к этой коллекции, после Нового года ссылки будут уже работать на остальные коллекции. Просто, опять же, идет пополнение, идет формирование. Поэтому не все пока открыто. Но уже вот здесь, в коллекции, послушайте, что собрано. Труды историков-философов, культурологии, биографии удивительных людей, исторические романы и многое-многое другое. То есть, вот эту коллекцию обязательно посмотрите. Одно из самых богатейших собраний аудиокниг. Вот эта коллекция включает в себя... Вот она. Я ищу эту плашку. Вот она, коллекция книг. Выглядит вот так. Ну и в начале про нее тоже идет описание. Здесь есть и труды выдающихся ученых, историков, философов. Мемуары. Есть воспоминания о сложных моментах в истории нашей страны. Культурология. История церкви. Странные и удивительные личности. Исторические романы. Все это представлено здесь. Ну и из авторов Николай Бердяев, Мережковский, Соловьев, Татищев, Мельгунов, Успенский еще. Моголев и многие другие. Ну есть и современные, конечно же, историки и авторы. Это Юрий Рябцев, Алексей Богданов. Ну и из интересных изданий, которые здесь находятся, кстати. Это все аудиокниги, коллеги. Это все аудиокниги. Есть наготомные воспоминания премьер-министра Сергея Витте. Их тоже можно прослушать. Прям наготомник. Есть в виде аудиокниги записки о революции Николая Суханова. Причем тоже книга включает в себя все... Аудиокнига включает в себя все семь томов. По отдельному тому, конечно же, отдельный выпуск. И в СССР эта книга была запрещена. Ну вот в виде аудиокниги она сейчас представлена. Но я говорила, что разные точки зрения, разное мнение должны быть. И они есть в библиотеке. Есть, если есть культурологическая литература, есть очень интересное исследование Александра Амфитеатрова «Дьявол в быте. Легенде литературе средних веков». Очень интересная книжка начальника Петербургского охранного отделения Александра Герасимова о зарождении терроризма в России. Интересно почитать, как это начиналось. Взгляд, скажем так, с другой стороны. А если об истории религии говорить, очень интересная тоже книга «Великие религии Востока» Джорджа Томаса Беттани и Роберта Дугласа. Она тоже представлена в формате аудиокниги. И есть здесь. Ну и еще много-много другой литературы. Тоже важный раздел. Он будет расширяться, он будет пополняться, так как большое внимание, кстати, компания Директ Медиа уделяется вопросам работы с библиотекой и доступа к литературным богатствам и сокровищам людей с ограничениями по здоровью. Вот для слабовидящих расширяется вот этот раздел как раз аудиокниг. И вот эти вот подразделы по русской поэзии, литературной классике, детской литературе, они создаются как раз именно с этой целью, чтобы обеспечить и закрыть потребности людей с проблемами со здоровьем по этим направлениям. Для слабовидящих, кстати, еще есть очень интересная вещь, которая помогает работать с электронной библиотечной системой совершенно спокойно, без помощи посторонних, работать полноценно и полностью. Это программа Лоурейн, что это такое, попозже я вам расскажу, но можете тоже посмотреть. Ее преимущество в том, что она дает возможность слабовидящим или невидящим людям работать ровно так же, как практически, людям без проблем со здоровьем. Создатель этой программы знает, о чем говорит и что делает, он сам человек невидящий. То есть он создавал эту программу, точно знает, что и как должно быть для того, чтобы люди могли с этим работать. Но это небольшое отступление, поэтому раздел аудиокниг, он будет постоянно пополняться и расширяться. Про музыкальные коллекции, конечно же, обойти мы их тоже не сможем. Нота Бенна называется. Вот так она выглядит на главной странице книжного ядра. Коллекции классической музыки, ноты, композиторы, мемуары. Сейчас тележка подъезжает с книгами. Скоро они тоже появятся. Но пока вот эти вот три раздела точно работают. Буквально накануне вебинара проверяла. Все нормально, все шикарно. Коллекции классической музыки. Более 700 произведений. Можно открыть, послушать, выбрать. Самые разные произведения тоже в аудиоформате. Коллекция нот. Около тысячи изданий. Это музыкальные произведения, ноты музыкальных произведений абсолютно разных стилей и эпох. От музыки 20 века до барокко, импрессионизм, классицизм и что там еще есть. Здесь собраны пьесы разной степени сложности. От самых простых для начинающих до крупных инструментальных циклов. Поэтому на любой вкус можно найти те или иные ноты любой сложности. Для педагогов, для учащихся это вот прям шикарная подспорь. И также в этой коллекции есть еще популярная музыка из оперы, балетов западных и русских композиторов. И 22 произведения в разделе «Русские композиторы». Это книги, посвященные жизни и творчеству выдающихся наших отечественных композиторов. Там Бородин, Мусоргский, Глинка, Рубинштейн, Алябьев и так далее. Здесь есть не только биографические данные, биографические сведения, такая справка. Это фактическая основа. Здесь есть еще интересные, увлекательные рассказы о процессе творчества, как создавались те или иные произведения, об озарениях, трагедиях, вдохновения, идейные искания. Все это тоже есть в этой коллекции. Поэтому обращаю ваше внимание. Имейте в виду, здесь можно найти не только ноты, но и о композиторах тоже. И небольшая третья часть. Приближаемся уже к завершению. «Тайные сокровища ядра». В кавычки беру слово «тайные», потому что все тайное, оно на самом деле явное, просто не всегда мы добираемся до этой части. Во-первых, они находятся в самом низу страницы. До самого низа страницы, докрутить не у всех поднимается мышка. Но это на самом деле сокровища. Архивы и документы и лучшие российские журналы. До революционной, с 1840-го, по-моему, по 1980-й, то есть советский период тоже захватывают. Вот эти два раздела, в поисках которых мы тратим иногда в интернете очень много времени и сил, но на самом деле все гораздо-гораздо проще. По архивам и документам. Вот из чего состоит этот раздел. Это первоисточники, полное собрание законов Российской империи, полное собрание русских летописей, о котором мы уже говорили, древности российского государства, уникальнейшее, раритетнейшее издание, и сборник императорского русского исторического общества. Пройдемся по ним. Сейчас я вам покажу. Здесь кнопочки прямой пока еще нет, чтобы на них перейти, поэтому я вам сделала такую хитрую подсказку, никому не говорите, это только для вас. Архивы и документы. В презентации она есть, поэтому скачивайте. Полное собрание законов Российской империи. Вот эти три тома, три собрания. Я их вам сюда вывела. Прямо по годам. И кликая по каждому из них, вы на нужное можете попасть. Что это такое? Это наиболее полный сборник законодательных актов, которые расположены в хронологии. Это просто монументальный, наверное, памятник русского права. Собрание охватывает все устройство государственной и общественной жизни России. Это именно законодательные акты. До 1917 года было издано три части этого полного собрания законов. И в первую часть вошли все отмененные и все действующие законы, изданные с 1649 по 1825 годы. От соборного уложения царя Алексея Михайловича до конца царствования Александра Первого. Ничего не доступно. А, сейчас расскажу. Почему не доступно и как сделать, чтобы было доступно. Работа по составлению вот этого собрания ушло где-то года четыре, наверное, первого. И в 1830 году была вот издано первая, вот эта вот первая часть вышла. Во второй части более 60 тысяч законодательных актов с 1825 года по 1881 год. Николай Первый, Александр Второй. Вот где-то примерно этот период. И третье собрание выходило ежегодно до 1916 года. То есть там вообще все указы, все вот эти законы и законодательства по годам распределены, выпуски по годам. Ну, например, как на фоне слайда, это видно, я специально вам вот это поставила, да, видите, там. Год такой-то, год такой-то. И сюда около 40 тысяч законодательных актов с 1881 по 13 год включительно. Александр Третий, Николай Второй. 33 тома с приложениями. Вот вам, пожалуйста, источник для работы с законодательными актами, с первоисточниками. Вот в этой части здесь представлено, по-моему, очень даже достойно богатое собрание. Сокровища государства российского. Сборник императорского русского исторического общества и древности российского государства. Сборник императорского русского исторического общества. Во-первых, само общество в 1866 году было основано, И его целью стало содействие развитию русского национального исторического просвещения. И где-то за 50 лет своего существования было издано около 148 томов сборника этого общества. Это систематизация множества источников по истории России 18-19 века. Это документы, которые относятся как к внутренней и внешней политике государства. Есть такие серии, как материалы по истории Екатерининской комиссии для сочинения проекта нового уложения 1767 года. Есть материалы для политической и бытовой истории 1812 года. Дипломатическая переписка иностранных послов и посланников при русском дворе. И много-много чего еще. Личные бумаги Петра I, II, Екатерины I, Николая I, Александра I и II. Ну и разные документы, связанные с деятельностью разных видных государственных чиновников, сановников и так далее. Интересно, что над созданием этого собрания и в работе самого русского исторического общества принимали участие такие видные деятели, как Ключевский, Костомаров, Соловьев, Забелин, Чичулин, другие ученые. Вот это собрание – это просто кладезь по русской истории именно документов, самих документов, а не пересказов и интерпретаций он их. И древности российского государства. Потрясающее, абсолютно раритетное многотомное издание. Великолепно иллюстрировано. Иллюстрировано оно Федором Солнцевым. Опять же, составлено и опубликовано по высочайшему повелению государя-императора Николая I. Шесть отдельных томов и более 500, по-моему, 508 хромолитографий с изображениями предметов этого древнего русского искусства. Собраны в отдельные тома иллюстрации, и там вот их можно посмотреть. Вот иллюстрацию я вам привела. Это не фотографии. Это отрисовка. Даже вот это было отрисовано Федором Солнцевым. Федор Григорьевич Солнцев – это академик исторической и портретной живописи, художник, археолог, человек известный. И вот он с ювелирной просто точностью изображал все это. И оружие, и архитектурные памятники, символы государственной власти. Вот это все отрисовано. Отрисовано вручную. Потрясающая вообще иллюстрация, если полистать эти иллюстрации. Это просто что-то непередаваемое словами. Репринт. Это репринтное издание. Создание 1853 года. Вот издательство Директ Медиа. И я вам могу сказать, это... В Википедии, если даже посмотрите, то эта книга признана одной из самых, если не самой дорогой, исторической книгой, российской, русской. Ее стоимость где-то оценивается, как написано в Википедии, около 750 тысяч долларов. С каждым годом, наверное, все дороже и дороже. И только сами вот эти литографии, хромолитографии, их стоимость оценивается около 6 миллионов рублей. Вот это считается одной из самых дорогих изданий. Ну и естественно, что сам взять ее в руки не каждому можно, не каждому доступно, но вот в электронном виде эта книга доступна для нас. И в начале 2000-х годов, помните, я вам говорила, что сначала, уже больше 20 лет ведется работа по наполнению вот этого книжного ядра, конечно же, это, можно сказать, один из рубинов в книжном ядре. Так вот, это одна из частей был проект, совместный проект Государственного исторического музея по оцифровке фондов, который они осуществляли совместно с издательством Директ Медиа. И вот эта вот книга была оцифрована как раз в рамках этого проекта. Поэтому здесь все легально, все доступно, все вполне законно. И пользоваться этим ресурсом вполне можно и показывать, если оформить подписку и пользоваться этим книжным ядром. Но вот такие вот раритеты, это только один из тех раритетов, которые здесь есть. В этом книжном ядре. И пару слов о периодике. Все, коллеги, подходим к самой главной части, к завершению нашей экскурсии. По периодике. Всего вообще раздел периодика включает более 27 тысяч изданий, к 30 приближаемся. Разделена на два подраздела. Современная и периодика, и периодика с 1840 до 1980 годов. Вот нас интересует вот этот раздел. Вот когда вы переходите к периодике, выбирайте из каталога, из левого меню, периодика 1840-1980. Для удобства я вам тоже сделала прямую, прямо ссылочку на вот эту часть, чтобы вам не искать, не бегать, а сразу открывается у вас вот этот нужный раздел. Есть вот сюда уже добавлены фильтры настройки и сортировки. Вы можете настроить либо список, либо отображать обложку. Ну, неудобнее всегда работать с обложкой, как-то визуально оно лучше запоминается, лучше ориентируешься. И есть разные варианты сортировки. Можно по названиям, по годам, по... Почему еще, да, по авторам и так далее. Вот в современной периодике там около 17 тысяч изданий. И, смотрите, почти 10 с половиной тысяч изданий находятся вот в этом разделе. Ну, тоже вполне достаточно себе приличная выборка по дореволюционной и советского периода, периодике в области, в 80-й год вполне даже можно. Кстати, журнал, в котором публиковались работы Рубакина, он здесь тоже присутствует. Правда, вот того номера, где была опубликована книжная о Скудине, вот этот доклад, здесь, к сожалению, этого номера нет. Но если кому будет интересно, тоже мне просигнальте, я вам скажу, где его найти. В чем еще преимущество работы СБС и вот этих коллекций, ну, помимо того, что они содержат просто потрясающие богатства. Есть, конечно, вы можете сказать, ой, зачем, вот тут надо оформлять подписки, это где-то местами платно, где-то бесплатно это нужно. А вот я скачаю с торрент. Ну, с торрентом скачать, конечно, можно все, но вместе с этим вы еще неизвестно, чего себе накачаете на компьютер. Это, во-первых. Во-вторых, вы никуда это богатство показать не сможете, и людей его использовать тоже не сможете. Сразу возник вопрос авторских прав. А я вам уже говорила, что есть две части контента, которые используются и применяются. Это коммерческий контент и контент бесплатный. И, опять же, передача этих прав, это же не просто взял, скачал и положил к себе и сказал, что у меня библиотека. Естественно, возникает вопрос авторских прав, имущественных прав. И вот здесь, накачав себе чего-то с торрента и распространяя где-то в публичное пространство, можно поиметь очень хорошие большие проблемы. При наличии подписки на коллекции, при наличии подписки на ЭБС, у вас таких проблем не возникает. Почему? Потому что, во-первых, все права уже соблюдены. Вы и есть такая возможность, что вы можете части книг, которым у вас есть доступ, вот из этих коллекций, из этих читалок. Во-первых, очень удобная читалка сделана. Одно дело смотреть сфотографированные страницы издания, а другое дело, когда это все-таки адаптировано для чтения и более удобно. В читалках есть хорошая вещь. Вы можете перевести, есть дополнительный инструмент. Вот Павел Юрьевич Калиников об этом на вебинарах очень часто рассказывает. И я тоже как-то в октябре, по-моему, у нас был с ним вебинар. Я тоже вам об этом говорила. Что есть возможность перевести формат текста, взять какой-то кусочек, как цитату, ее использовать. Тут же вам уже готовое библиографическое описание. Вы его можете вставить. Ну, слегка отредактировав, конечно, так как оно все-таки более полное, вам можно его подсократить по полноте. Но все уже готово. И вы это делаете вполне легально. Есть хорошая вещь в каждой читалке. Это вы можете... Вставка кода. Если вы куда-то в свой онлайн-курс или на свою платформу куда-то хотите поставить ссылку и показать кусочек этой книги, вы берете код, вы выбираете этот фрагмент и спокойно добавляете к себе на сайт. И он уже будет воспроизводиться с вашего сайта вот этим фрагментом. И Павел Юрьевич рассказывал, как можно делать вообще собирать целые, можно сказать, онлайн-курсы, большие вот эти кусочки, вставочки, не сидеть переписывать, а просто вот такими вот добавочками сделать, чтобы ученики могли сразу прочитать. И это все легально. Это все законно. Ну, естественно, при наличии ссылок и прочего. Писать рефераты, используя цитатники, там легко. Там тоже есть эти инструменты. И вот это вот все богатство, вот это все доступ одного окна. Вы можете работать через личный кабинет, используя свой личный кабинет, вы можете работать со всеми этими богатствами. И книжного ядра, и ЭБС. Ну, естественно, разница только в подписке, на что вы будете подписаны. Но так же, как с ЭБС, можно работать и с книжным ядром. То есть у вас полностью готовое рабочее пространство есть. И все это законно и легально. Про тематические коллекции. Про тематические коллекции мы поговорим с вами уже в январе. И у нас будет... Конечно, все-все-все мы разобрать не сможем, но какие-то самые интересные моменты обязательно отмечу. Обзорную экскурсию сделаем, остановимся тоже на самых таких интересных, увлекательных моментах тоже посмотрим. И, наконец, самое важное, то, что у нас спрашивала Ольга Дмитриева. Прошла по ссылке, но ты ничего не доступна. Про доступность. На фри-доступе вам доступен каталог, вам доступно само ядро, вы можете посмотреть, вы можете перейти по ссылкам, вы можете дойти до карточки издания, но полнотекстовый доступ вам будет закрыт. Как получить доступ к богатству? Первый вариант. Если вы являетесь подписчиком ЭБС, университетская библиотека онлайн, ваша организация подписана, то бесплатная часть коллекции, она вам будет доступна. И книжное ядро тоже. То есть чисто автоматически оно у вас будет открываться. Можно ли, не будучи подписчиком, а что делать тем, у кого нет подписки на университетскую библиотеку онлайн? Есть несколько вариантов, как получить этот доступ к полнотекстовым уже богатствам. На главной странице книжного ядра, в самом низу, есть вот такая форма, называется «Подключиться к проекту», где вы указываете, отправляете заявку, указываете свои данные, почту, телефон, организация, и здесь еще добавлено еще одно поле, вот буквально вчера я его увидела, оно появилось, но уже не стало сюда заносить. Отправить свое сообщение, текст сообщения. Если пользуетесь этой формой, обязательно напишите, что вас интересует подключение к проекту, как физическое лицо или как юридическое лицо, с тем, чтобы тот, кто будет обрабатывать сотрудник заявку, ему легко было сориентироваться. Либо второй вариант, можно сразу, я вам специально вот эти вот ссылочки дала активными, можно сразу перейти. Подписка для физических и для юридических лиц. Подписка для физических лиц. Вот по этой ссылочке, со слайда, вы переходите на страницу оформления подписки. Стоимость, ну вот здесь все расписано, сроки, стоимость, поэтому, чтобы был полнотекстовый доступ, надо сначала оформить подписку. Не пугайтесь, что написано на библиотеку Non-Fiction. Я вам уже говорила, что идет реорганизация, и это будет подписка на книжное ядро. В рамках этой подписки и на книжное ядро в полном объеме, и библиотека Non-Fiction будут вам доступны. Меняться ничего не будет, поэтому, если вы даже сейчас оформили подписку, то в дальнейшем она у вас сохранится, ну, смотря на какой срок. Да, то есть книжное ядро будет, вот эти все богатства будут вам доступны. Ну и здесь очень просто. Написана инструкция, что надо делать, какие поля заполнить, и через Юкасу, так же как сертификатом мы оплачиваем самостоятельно, точно так же через Юкасу производится оплата. Выбирайте только на какой срок вам оплатить. Ну вот смотрите, даже по стоимости одной раритетной книги, да, самой дорогой, и стоимость подписки на три месяца, где вы получаете доступ вот ко всем этим раритетам и богатствам, ну, стоимость одного комплексного обеда в Москве, если приехать поработать со всем этим богатством непосредственно, например, в РГБ, да, еще не ко всем еще доступ получше. Ну вот, примерно вот так. Это для физических лиц. Для юридических лиц подписка осуществляется вот на этой страничке. Здесь внимательно прочитайте все условия, которые написаны. Это уже для представителей организации. Если у вас есть подписка на университетскую библиотеку онлайн, опять же, посмотрите, на каких условиях доступно ли вам, если у вас доступ к книжному ядру, к этим книгам, да, ну и, возможно, опять же, по книжной подписке. Есть возможность по книжной подписке, либо выборке, но это уже вот комплектование фонда по вашему выбору. По условиям лучше, конечно, в этом плане для юридических лиц связываться с менеджером проекта. Контакты тоже есть на последнем слайде. И решать индивидуально, потому что у вас могут быть разные условия подписки и на университетскую библиотеку онлайн, и на другие коллекции. И здесь нужно уже в каждом случае индивидуально смотреть, что доступно, что нужно открывать. Но здесь для юридических лиц есть такая возможность тестового доступа к бесплатной части коллекции. Это около 50 тысяч изданий на срок, по-моему, там 2 недели или месяц. Подключается тестовый доступ, вы можете пользоваться к бесплатной части этой коллекции. Но если пришли к выводу, что да, нам это необходимо, и мы хотим продлить, тогда уже оформляется подписка. Для юридических лиц, имейте в виду, такая возможность есть. Для физических лиц мы подписываемся сразу с вами на все вообще, ну, по смешной абсолютно цене. И, коллеги, прежде чем оформлять подписку, вот то, что я вам показала, это вариант такого фри доступа. То, что мы можем увидеть без... Ну, только странички книги я вам показала немножко полнотекстовые, красивые, по своему доступу. А все остальное – это то, что мы можем увидеть без оформления подписки. Ну, вот доступа к полнотекстовым вариантам у нас не будет. Все остальное мы можем увидеть с вами, так погулять, посмотреть, оценить, насколько это важно, нужно, полезно, почитать аннотации, посмотреть библиографические описания. Все это мы можем сделать абсолютно бесплатно. Поэтому сначала, коллеги, берем презентацию, приходите, знаете, как после любой экскурсии есть еще такое свободное время, когда можно спокойно погулять и рассмотреть самостоятельно экспонаты, достопримечательности. Вот такое свободное время у вас тоже есть. Забирайте презентацию, как раз сейчас будут праздники, можно погулять, более внимательно посмотреть. И по решению уже можно оформить подписку. Но, опять же, вроде бы как цены меняться не будут, но кто его знает, что там будет в следующем году. Но руководство меня твердо заверило, что те, кто подпишется сейчас, в ближайшее время по той ссылке для физических лиц, которую я вам дала, то все условия, все это сохранится. Ну и, коллеги, конечно же, если у вас возникают какие-то вопросы, вот, кстати, ссылку на страницу, главную книжного ядра я вам сюда разместила. И самое главное – это мейл и телефоны, по которым можно задать вопросы по поводу подписки на книжное ядро русской культуры. Ну и плюс дополнительные еще ссылочки, главная страница, историко-патриотическая библиотека, тоже сейчас там очень много интересного появляется. Я их вам дополнительно сюда тоже даю. Ну и, коллеги, если какие-то вопросы по подписке возникают, не постесняйтесь написать, позвонить, задать вопрос, как для юридических, так и для физических лиц. Тоже, коллеги, не стесняйтесь это делать. И спокойно можете этим пользоваться. Жду вас всех сегодня еще в 14 часов. Ну, а с теми, кто уже уходит на новогодние каникулы, всем счастливо отдохнуть. Набирайте сил с 9 января. Нас ждет еще масса увлекательных мероприятий. Всем счастливо, всем удачи и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok